Привет, ребята! Это Мэтткор и курс ControlPaint. Недавно я обнаружил, что когда-то давно я боялся рисовать машины, но больше у меня нет страха перед ними. И я попытался понять, что же изменилось. Раньше я смотрел на машину и думал, это самый сложный объект в мире и у меня никогда не получится нарисовать его. Пусть любители машин рисуют тачки, а я чем-нибудь другим займусь. И я понял, что раньше я мыслил через категорию очертания. А теперь я мыслю категории и формы. Все зависит от того, как я вижу автомобиль, независимо от того, хочу я его нарисовать или нет. Раньше я смотрел на машину как на очень элегантное и сложное очертание. И я думал, у меня не получится нарисовать машину, она слишком идеальная, я не смогу правильно передать углы. Теперь же, когда я вижу машину и любой другой предмет, я мыслю категории и формы. Я представляю упрощенную структуру поверхности. Я не рисую эти линии на изображении, но я их себе представляю. Работа со структурной формой тесно связана с пониманием перспективы. По сути, я упрощаю изображение до более простых трехмерных объектов. И рисовать трехмерные объекты можно лишь в том случае, если вы понимаете перспективу. Итак, мы начнем серию видео о перспективе с жуков. Итак, это настоящий жук-носорог. Его легче всего представить как очертание. Вот черно-белый силуэт. Выглядит угрожающе. Но так мы не узнаем, как рисовать этого жука с другого угла. Так что давайте посмотрим на него с точки зрения формы. Начнем с задней части тела жука. Вот линия, которая делит голову и тело. Но вместо того, чтобы просто рисовать линию, я буду мыслить через форму. Как будто жук прозрачный и сделан из стекла. Есть еще несколько важных линий. Например, вот эта линия дальнего ребра на тельце жука. Вот центральная линия. Вот тут идет ребро. А ниже линия брюшка. Я представляю эти ребра как ребра во время постройки корабля. Вот тут они идут перпендикулярно нашим линиям, огибая тело жука. Я сотру ненужную линию. Это скорее мысленное упражнение. Не стоит наносить эти линии на рисунок. Я так не рисую. Я так представляю себе форму объекта. Итак, теперь приступим к голове. У нас есть сфера в центре и большой рог сверху. Я отмечаю место, где рог соединяется с головой. Если представить голову как сферу, это место как бы корень рога. И я стираю линии вот здесь. Вот тут идет грань, а выше центральная линия. Я снова рисую ребра. Точно так же я поступаю с головой жука. Посмотрите, как ребра обертываются вокруг тела жука. Затем я начинаю работать с другим нижним рогом. Вот тут место крепления рога. Далее я рисую ребра вокруг рога. Вы видите не столько настоящего жука, сколько манекен, каркас, на который вы потом будете навешивать детали. Это скорее мысленное упражнение, чем упражнение на рисование. Ваше домашнее задание найти изображение жуков и создать поверх них такой же каркас. Научитесь рисовать через форму. Мыслите в трех измерениях. Используйте каркас, чтобы показать форму. Не мыслите через категорию очертания. Вам нужно научиться прежде всего видеть объекты, а не рисовать их. Затем, объединив эту технику и правильное понимание перспективы, вы сможете рисовать воображаемые объекты. Спасибо за то, что смотрите Control Paint. Ребята, удачи вам!